Привет, видеопутешественники! Сейчас 5 часов утра, и сегодня я окажусь с другой стороны планеты. Присоединяйтесь, будет интересно! Мой план такой. Долететь до Мадрида, и после короткой остановки, через 11 часов полета, сегодня же вечером оказаться в Панаме. Знакомьтесь, мои друзья Дмитрий и Оксана. Ну что ж, Панама, держись, я прилетел. Попробуем понять, что такое другая страна света. Едем в настоящие экваториальные джунгли. Здесь они называются Сельва. Лес настолько дремучий, что меня совершенно не удивляет, как в тени деревьев скрываются от мира целые племена. Реки, водопады. Вот они мы, водопады! Красота! Давайте рассмотрим природу внимательнее. Едем в Парк Саммит. Это часть города, парк? Ну, в принципе, да. Этот парк, по сути, прореженная сельва. Это цветы банана. Это шишкета. Видишь, там мусы собирают. Это цветет, это от Сельва. Здесь представлены только местные растения и животные. А они удивительно разнообразные. Тапиба. Не-не-не, тапиры, Зорик. Думаю, ты на листочках. Птичка. Птичка красивая? Красивая. В местных лесах живут разные животные. Красивые. Страшные. Злые. Необычные. Дим, это ты, Леонид? Они такая классная хрюк. Здесь живет второй в мире по величине орел Гарпия. Это он злится и вот так вот делает. Ну и, конечно, крокодилы. Ну, глазки какие-то задние. Он глазом, он холдрый такой, это щелек. Это один демок. Леха, мы с тобой ходили 4 часа в таком маленьком квадрате. Следующая цель – деревни индейцев. Куда без них? Поселок расположен в местном заповеднике. Привет, красавица. Вижу, вижу, вижу. Давай выходим. Здрасте, здрасте. Смотри, черепаха. А, это народный инструмент. Да, это черепаха. Ну, это живая была черепаха. Понятно, что деревня заточена под туристов. Однако, даже она дает представление об образе жизни индейцев, которые они сохранили на протяжении столетий. Кстати, рисунки на телах индейцев – не татуировки. Раскрашивая себя соком местных растений, они спасаются от москитов. Как не здорово с индейцами, но нам пора двигаться дальше. Шесть утра. Тихий океан. И сегодня же мы окажемся на берегу Атлантики. После утренней тихоокеанской рыбалки пересекаем всю страну, а это 100 километров, чтобы оказаться на Карибах. Заодно увидим, что такое малоэтажная Панама. Портабелла. Именно из этой лагуны, под прикрытием этих пушек, как отплывали корабли, пожалуй, самого известного комбоя в мире – испанского колониального серебряного флота. Это, в принципе, переход только три месяца в году. Почему? Через тихий океан. Да, шторма? Это не местный флот? Нет, 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 нет. Как говорят, те, кто дошли и либо встали на ремонт, ждут ремонта, либо денег нет, здесь просто стоят. Ну, по-разному. Вот это тоже торговые палаты были. Ну, того времени. Вот галки. Галки. Да. Торговые палаты. Сюда привозили все груза. Здесь они просто маживались. Ну, в те времена. Недалеко от крепости историческая церковь с особенно почитаемым здесь Черным Иисусом. Устали? Поехали отдохнем. Держим путь на север, на красивейший архипелаг островов Сан-Блас. Продвигаемся через знаменитый лес Дарьен. Именно тут плохие парни готовят кокаин. На весь мир. Лес настолько дикий и дремучий, что здесь единственный раз за 48 тысяч километров прерывается панамериканское шоссе. У меня там борода. Она и так не загорит, блин. Из почти 400 островов архипелага Сан-Блас обитаемо 50. Остальные только для туризма. Вглядываясь в лица местных индейцев, начинаешь верить в теорию. Их предки пришли в Америку из Северо-Восточной Азии. Все. Надоело отдыхать. Поехали дальше. Следующая цель. Уникальное место. Кратер доисторического вулкана, в котором вырос целый городок. Эльвая Дантон. Кратер вулкана. 600 метров над уровнем моря. Здесь на 10 градусов прохладнее, чем на побережье. Именно это делает вулкан столь популярным среди американских пенсионеров. Здесь уже как бы страна белых. Сосны. За семь дней удалось проехать почти всю Панаму. Но история на этом не заканчивается. Следующее видео. Кто и как живет в Панаме. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи. Встреча с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.